Здравствуйте! В эфире «Политическая хроника дня». В студии я, Эльчин Рагимзады. Центральный банк Азербайджана представит 200-монатную купюру. Центральный банк Азербайджана ЦБА в среду, 23 мая, провел закрытую презентацию купюры достоинства 200 монатов. На презентации выступил глава правления ЦБА Эльман Уставов. Ранее самой крупной банкнотой, находящейся в обращении, было 100 монатов. В настоящее время в обороте в республике используются купюры номиналом в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 монатов. Турция передала Азербайджану государственный флаг парламента АДР. Государственный флаг, висевший в парламенте Азербайджанской демократической республики, в четверг был представлен в кабинете министров страны премьер-министру Нудру Замамедову. Как передает Трент, выступившийся на состоявшемся в связи с этим мероприятии премьер-министр Нудру Замамедов, назвал историческим событием возвращения государственного флага накануне столетия АДР из Турции на Розу на Азербайджан. Писатель и следователь докторат из Стамбульского университета Афган Алиев представил премьер-министру государственный флаг, висевший в парламенте Азербайджанской демократической республики, а также множество архивных материалов того периода. Трамп Алиеву Карабахский конфликт может решиться в ближайшие месяцы. Президент США Дональд Трамп послал поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Минвалас. От имени американского народа поздравляю вас и азербайджанский народ с Днем Республики и столетиям Азербайджанской демократической республики. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты искренне желают сотрудничать с вами для устойчивого регулирования этого конфликта мирным путем. В последующие месяцы мы будем изыскивать возможности для регулирования конфликта. Это позволит еще больше улучшить американо-азербайджанские отношения, говорится в поздравительном письме. Садокладчика по Сербии Самеда Сеидова заменят, так сказал Стефан Шеннок. На летней сессии ПАСЭ, которая пройдет в июне, будет избран человек, который заменит садокладчика по Сербии Самеда Сеидова. Об этом в интервью АПА сказал садокладчик Миниторингового комитета ПАСЭ по Азербайджану Стефан Шеннок. По его словам, по причине решения садокладчика ПАСЭ по Сербии Самеда Сеидова всех прав в течение двух лет возникла необходимость выбора нового садокладчика. Мы должны выбрать нового садокладчика по Сербии, так как Самед Сеидов не сможет выполнять свои обязанности. На этом все. Всего доброго. До завтра.